так ассалам алейкум хурмит хазахстан с вами иргали сегодня смотря новости значит отравили оказывается навального и когда симптомы ему сказали что у него оказывается отказывает конечности то есть ноги там руки видать двигаться да и язык отказывается то есть я вот это вот когда посмотрел меня сразу так торкнуло да я подумал блин а я же точно так же я же был травлен но только видать доза была у меня поменьше если у него видать побольше там ему втюхали да там видать достался а мне видать чуть-чуть до докинули знаете дозу за что меня да вот за то что я вот женой когда развелся вернее а она мне дверь закрыла но дело не в этом развелся развелся и хотел по закону значит разделить захватить забрать свое по закону за свои 50 процентов и открыть бизнес и дальше работать а мне же не дали это и до сих пор не разделили это имущество понимаете то есть они мне что сделали приехали значит с россии ребята и мне говорят ергали у тебя родительское твое значит не лишён же ты родительских прав я говорю нет у тебя сын живет правильно я груда сын мой родной сын они мне говорят давай говорит заказывай короче свою жену жену твою хлопаем ты забираешь полностью всю эту империю то есть там у меня было и базы и камазы трактора машины короче все там было и квартиры кучей четыре крупных торговых дома здесь петропавловский то есть они мне говорят что вот всю эту империю ты заберешь ты станешь хозяинами ты будешь наш работать но и а я хорошо тогда меня спасло что я ходил тогда в мечеть я уже стал верить бога стал читать намазы уже это было 2002 год и хорошо я тогда вот это уже подошел к этому и когда они мне сказали убить ее они мне говорят тебе даже убивать ничего не надо делать вот только вот сейчас договоримся ты скажешь да и все ребята исполнил там все сделают как надо то есть я сказал нет я говорю нет 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 меня по закону я говорю у меня есть закон вот у нас стране есть закон 50 на 50 поделюсь свое имущество и все на этом мне хватит игру мне чем не много надо что и тем более я боюсь аллаха понимаете потому что если я убил попаду в ад естественно и поэтому я конечно отказался от всего этого и после этого значит я стал бегать в суд бегать таскать туда бумаги и вот тогда я считаю меня и отравили чтобы я в суд не бегал и вот тогда у меня вот так же как у навального стали отказывать ноги и язык начал притормаживать моя речь притормаживаться марить и даже иногда сейчас даже у меня вот речь иногда притормаживает вот знаете, то есть отголоска этого отравления, а ноги вот Субхан Аллах, вот нормально ноги я вот с помощью намаза вылечил я намаз пятикратно читал минута в минуту и видать вот это все, видать, пошло на пользу видать, разогнал все и потом за грибами бегал в лес, знаете в день там по 15 километров ходил то есть вот это, видать, все это, я выгнал видать всю эту отраву из себя и Субхан Аллах, я говорю, вот сегодня я здоров но вот когда узнал вот сегодня повторюсь, как Навального отравили, я сразу решил вот снять это видео значит действительно это и со мной то же самое было то есть, понимаете им не нужно вот это вот чтобы человек жил по закону им нужно человека загнать в преступника, сделать из него преступника, а потом уже дело это в папочку и положить туда куда-нибудь в столик, если этот человек начнет что-то там вякать работать против, значит, России тогда его, значит, сразу же в черной списке и вытаскивают эту папку и давай гуляй, скажешь, вот за убийство ты и пойдешь. Я, естественно, не согласился и поэтому остался вообще без ничего то есть был подвержен отравлению и всему вот этому, понимаете и было консилиум, помню, врачей собралось там когда я в больницу бегал с этим отравлением они не знают, чем я болею, понимаете но, правда, один врач сказал, что у меня токсикация а те говорили, нет, это у него нервы второй говорил, нет, это у него позвоночник то есть, я думаю, видать, мазали, отмазали видать, звонили им, скорее всего но один, правда, сказал ну, а как лечить, они не знали а единственное сказали, мы тебе дадим направление обратно в Россию, чтобы я в Россию уехал и там, видать, они меня хотели добить, скорее всего чтобы концы в воду, как говорится но, слава Богу, я говорю, я жену свою не заказал, не убил и поэтому я сейчас радуюсь этому, понимаете, радуюсь поэтому я считаю, что, естественно, сейчас вот все эти волнения, то, что в Беларуси происходит везде происходит, я считаю, это вот как раз вот столкновение вот отца с сыном то есть разных возрастных категорий если, например, отцы ихние там бились с этим криминалом с помощью, столько людей убились такое благосостояние сделали все это сделали а тут бах, их дети выросли которые вообще не знают они в сытости жили, они в тепле спали они не понимают, как это все досталось понимаете и они видят только в интернете, что вот там вот так демократия, там так, там гласность там можно сказать хочу право хожу, хочу влево а здесь-то, когда они повзрослели, видят а здесь это не работает естественно, выходят потом демократию подавай то есть надоело все и вот, я думаю, вот этот конфликт и начинается началом вот этого вот, значит, вот как она сейчас называется вот эти вот забастовки, митинги ну, они, правда, видите видя, если бы я считаю, да ходят, видите, на митинги даже ничего не подожгут ничего не сделают видите, вот воспитание какое то есть менталитет абсолютно другой то есть в этой молодежи то есть приходит новый мир, я считаю поэтому господину Лукашенко нужно, я считаю, уйти отдать власть своим сыновьям своим, то есть поколениям я имею ввиду не конкретно сыновьям, а вот поколения про что я и говорю что отдать вот им этим ребятам, которые выросли из коротких штанин, значит пусть они берут, пусть они, значит правят так, как они хотят а нашим вот этим вот пенсионерам как я таким, да, надо всем на пенсию лечь, успокоиться пусть они правят я думаю, что вся сила за молодежью весь прогресс все равно за молодежью как бы вы этого не хотели как бы вы не думали, да, но прогресс всегда за молодежью молодежь, она всегда идет вперед всегда все, что молодежь начинает вот сейчас в молодости вот эта вот, знаете, активность такая, да она все равно вот это продвинется Потом эта молодежь постареет, потом придут другие дети, знаете, вырастут, и они будут этих тоже своих паханов, бать этих гнать, скажут, вы неправильно живете, давайте мы будем вот так жить. То есть это было всегда, испокон веков, и сколько есть человечества, всегда вот это противостояние отца с сыном. То есть с вами был Ергали, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Ну а я с вами прощаюсь, значит, до следующего видео. Спасибо.